всем привет ребят в общем у нас последнее время каждый день и каждую ночь вернее летают шахедой и днем бомбежка и непонятно что ожидать очень много разных на мнений по этому поводу но так как это сейчас практически каждый день вот такая ситуация ночные шахеды и вообще обстрелы бомбежка то решили собрать типа тревожный чемоданчик прошлый раз мы тоже собирали но сейчас решили собрать еще и чемоданчик это я вам показываю просто рюкзак куда нужно в принципе сложить самое необходимое что необходимо сейчас у нас самое главное это косметичка с таблетками это наверное у всех уже так что таблеток больше чем всего остального вот ну и документы в общем ребят уже у меня как бы был опыт беженства и собирание вещей тоже и немножко хочу рассказать то что мне пригодилось в принципе это по-любому конечно лекарственные препараты которыми вы часто пользуетесь и если вы уезжаете за границу те лекарственные препараты которые вы вряд ли купите за границей без рецепта это такие как антибиотики даже такие как немесил вот они там не продаются то есть кстати от аллергии фитакса синупред это если от гайморита ну для носа в общем для гайморовых пазух там все это есть но вот такие вот антибиотики какие-то вот в нож пшикать тоже типа полидексы и немесил вот это не продается лучше таким все-таки затариться закупиться и взять с собой я конечно беру еще косметику но я еще тут особо так прям не не собиралась но косметики я тогда брала совсем мало и в принципе не пожалела потому что там в каждом магазине можно купить косметику которая вам нужно вот ребят в общем ребят если у вас есть загранпаспорт это хорошо если нет и вы собираетесь выезжать или или по украине ли выезжать за границу то лучше конечно сделать себе загранпаспорт вот и потому что там будет все намного проще постоянно ну его у вас будут спрашивать и с ним как-то легче и проще идет все оформление за счет того что там вот этот вот чип и все все легче все уже как бы в базе я так понимаю легче это все оформлять ну и чемоданчик у меня небольшой ну как бы большой это мой первый чемодан если честно я выбирала не знаю оказывается нужно выбирать чтобы тут было как бы две ножки ну кто опытный путешественник тот знает но ничего вот так нормально так на стен на шерсть тут валяется отлично ну нормальный в принципе чемодан пока те только он большой видите если вы не покупаете часто чемоданы и не пользовались вы не знаете что чемодан из пластика можно использовать еще как сидеть на нем и он очень прочный и даже чуть ли не ездить знать я имею ввиду детки на них можно где так возить вот а вот такие вот тканевые они конечно не такие прочные необычный но зато они дешевле ну а взяла я даже не знаю такое самое необходимое и те вещи которые там очень нравятся ну в основном это конечно какие-то ну это понятно белье какие-то футболки кофты ну и пару штанов там понятное дело сейчас спортивная вот это все несколько спортивных штанов и джинсы вот но в основном везде вам будет ребят удобнее в спортивных брюках и что-то такое домашних но из хлопка какие-то футболки лучше взять очень много каких-то футболок и и спортивный костюм но еще я думаю наверное обязательно возьмите вот эту вот подушечку короче ну нас она уже такая вот это просто незаменимое средство если едете в поездку потому что если ездить в поезде в автобусе это просто мастхэв ребята это не шутки потому что в основном переезды если за границу они долго тревали их долгие и очень сложно сидеть чтобы спина не болела ну ровно получается сидеть очень долго и спать сидя короче можно подложить это под то есть можно подложить это под поясницу и вас не будет болеть спина либо же вы можете ну как обычно используют на шею и можно удобнее спать не ломая себе шею потому что реально когда ты уже не кокущий в дороге просыпаешься и а ты повис где-то в середине прохода это реально было так и это не очень приятно и чтобы шея потом не болела знаете это очень классная штука есть конечно дорогие есть конечно подешевле ну дорогие на она немножко лучше и удобней но любой любую такую штучку можно найти ребят и нужно и надо купить ее в общем ребят брала еще платье этот раз она не пригодилась куда вы будете ходить в платье непонятно в такой ситуации да еще что я брала там шарфы тоже в принципе абсолютно ненужная вещь и вот такие мелочи честно говоря шарфы перчатки шапки ну вот что-то маленькое носки белье это все можно купить в принципе везде вот тоже можно не заморачиваться но я все равно взяла платье понимаете потому что не хочется с ними расставаться вот но в основном лишь говорю самое такое то что вам пригодится это что-то удобное спортивное скорее всего ну или классика футболки спортивные костюмы джинсы и обязательно ребяту какую-то удобную обувь а я когда смена сезона и вы не знаете сколько и где будете находиться это уж такое дело знаете вести свои зимние куртки сейчас куда-то тоже будет занимать пол половину вашего багажа а если вы не знаете где вы приткнетесь куда вы едете где будете жить то вести я думаю совершенно не актуально можно еще в принципе можно и переслать вам одежду до по почте если там все нормально и у вас есть какие-то знакомые и особо как бы спортивный костюм я думаю достаточно будет вот ребят а еще по поводу ну если у вас есть какие-то гаджеты лучше конечно их забрать потому что они не так много весят но если не заберете тоже ничего страшного потому что везде все продается вот допустим в германии когда мы были там в принципе все можно купить там этот магазин сатур по моему там вся техника мира продается и цены там более менее такие не очень дорогие я бы сказала если что-то не не хватает то можно купить там и какую-то и powerbank да и телефон если что там поломался или что-то еще и ноутбук планшет ну ребят это уже такие мелочи вот ребят рассказала немножко вам по своему опыту пишите в комментариях свои вопросы может быть вас что-то еще интересует буду рада ответить вот но надеемся конечно что это все не пригодится вот ладно всем хорошего настроения подписывайтесь на но чтобы не пропускать новые видео и ставьте лайк если видео вам понравилось пока пока ребят